Всем привет! Я рада вас видеть на своем канале. Сегодня 15 число, значит рубрика семейные советы. С нами, с девочками. Я снимаю, естественно, это видео не одна, у нас большой коллектив. И поэтому все ссылочки на других мамочек-блогеров будут в описании моего видео. Проходите, смотрите видео тоже. Но единственное, видео Томочки, возможно, выйдет чуть позже, потому что у нее немножко не получается со временем снять. Но оно обязательно выйдет, и ссылочка, естественно, будет в описании. И смотрите все видео тоже, потому что тема, как всегда, как обычно, очень интересная. Тема сегодняшнего выпуска – совместный или раздельный сон. Мы с вами поговорим, и все девочки, мамы-блогеры, поговорят о том, совместный или раздельный сон, что лучше. И я думаю, у каждого своя ситуация. Сколько мамочек, столько и мнений. Записала в блокнотике основное, что хотела бы сказать, чтобы не забыть. Вот. И сразу хочу сказать, что в своем видео, в своем мнении я не хочу никого обидеть, никакую мамочку, никого. И тем более не хочу навязывать свое мнение. Это лично мое мнение. И я этого придерживаюсь, и я считаю, что это правильно. Вот. Ну, начнем с того, совместный или раздельный сон. Что же лучше для меня? Я с моими двумя детьми, у меня был раздельный сон, и я даже не практиковала совместный сон, потому что считаю, что ребенок должен спать в своей кроватке. А то она и есть детская кроватка, чтобы у ребенка был свой уголочек, чтобы свое спальное место было отдельно от родителей. Я считаю, что это правильно. И, конечно, много сейчас современных психологов утверждают, что совместный сон полезен для мамы и малыша. Ну, во внимание никогда не берется папа. Не знаю почему. Как бы он тоже родители, о нем тоже нужно думать и заботиться. Но об этом я чуть позже поговорю. Вот. И у меня с моими детьми был раздельный сон. Я кормила грудью. А Маргошу я кормила грудью, по-моему, 6 месяцев. Ну, около этого. Потом просто у меня стало перегорать молоко, и она уже была на прикорме, и как бы не так проблематично было, как было с Миланой. Потому что Милану я кормила всего лишь грудью 2 месяца. Потому что, ну, я вам, по-моему, в каком-то видео рассказывала про детских врачей и про то, что мне поставили Милане диагноз порог сердца. И я перенервничала, и молоко у меня пропало. Ну, естественно, никакого порога не было у Миланы. Ну, вот наши врачи такие. Вот. У нас все хорошо, но, тем не менее, молоко пропало. И, к сожалению, Милану я покормила всего 2 месяца. Но эти 2 месяца, пока я кормила ее грудью, я также вставала, как и с Маргошей. Я брала ребенка. Как бы мы тогда жили на квартире, и кроватка была практически рядышком. С моей кроватью я просто встала, взяла. Мне не надо было идти в другую комнату и так далее. Я встала, взяла ребенка, покормила, там, подержала, чтобы вышел воздух и так далее. И ложила спать, и она у меня, в принципе, спокойно спала. Конечно, были ситуации, когда были колики, когда ребенок капризничал. И в это время я, ну, немножко укачивала, держала на ручках, чтобы там ребенку стало легче. Вот. Но в кровати я к нам не ложила. Не ложила между мной и мужем ребенка. Вот. Как это делают многие. Вот. И с Миланой у меня было, ну, практически то же самое. Единственное, первую где-то неделю я под утро Милану ложила со мной в кровать. Ну, получается, как бы, вот она кровать, да, вот спит у меня муж. А сплю я, и спит Милана. Ну, как она спит? Я ее брала где-то, знаете, по восьмого, в восемь утра, уже вставать, как бы, в девять. Ну, чтобы просто минут двадцать-тридцать просто полежать, поспать. Ну, как бы, она у меня со мной ночью не спала. Она спала отдельно. Вот. Я вам расскажу, почему я считаю, что совместный сон, он, точнее, раздельный сон, он больше плюсов от него, чем минусов. Вот. Так. Вот. И, ну, естественно, мои дети мне, ну, они спали спокойно в своей кровати, не было капризов, не было истерик по ночам. Ну, единственное, вот, когда были вот периоды, этот, колики, газики и так далее, как бы, это нормально. Что будет при совместном сне, будет то же самое. Но единственное, при совместном сне вы можете в любой момент дать ребенку грудь, и он, возможно, успокоится. Вот. Но колики и газики, они все равно будут, и, как бы, это неизбежно, этот период пройдет. Вот. Поэтому я просто чаще вставала, естественно, я, я бы не сказала, что я прям сильно уставала, что мне, я не высыпалась. Я высыпалась, и для меня нормально встать ночью, покачать ребенка, подержать его на ручках и потом уже положить свою кроватку. Потому что в дальнейшем для ребенка это только польза. Потому что у ребенка свое пространство, свое место, ему комфортно, потому что у него свой уголочек, у него своя кровать, свое место. А где он спит и может спать там так, как хочет, лечь, развалиться, не развалиться, потому что это его место. Вот. С родителями такого не может быть, потому что все равно, ну, возможно, он, конечно, может развалиться, но все равно ему будет, во-первых, жарко, потому что все-таки тепло родителей идет, и если это лето, ему будет жарко. Ему будет в дальнейшем, когда он растет, ему будет некомфортно, потому что все-таки родители, он не сможет так лечь, устроиться удобно, как это возможно в своей кроватке. Вот. Так, я скачу туда-сюда, хотя записала. Вот. И я считаю, что совместный сон возможен первое время. Ну, как совместный сон, допустим, опять же, муж, мама и ребенок. У вас можно убрать бортик от кроватки, придвинуть кроватку или просто как-то огородить кроватку, но не ложить ребенка между папой и мамой. Я считаю, что между папой и мамой никого не должно быть, это только вы вдвоем, ваша. Вы вдвоем должны быть рядышком друг к другу, папа должен быть рядом с мамой, он должен, там, захочет обниметь, захочет, там, поцелует и так далее. И я считаю, что если ребенок, ну, не может спать, там, в своей кроватке какое-то время, очень сильно капризничать, то, конечно, можно его положить. Но, опять же, чтобы он был рядом с вами, но не между вами. Вот. Ну, опять же, это мое мнение. Я вот ложила рядом со мной к Милану, ну, опять же, говорю, под утро где-то полчасика, минут сорок, пока Маргошка не проснулась, а мы лежали вместе. Ну, я уже не спала, я не могу спать, если со мной спит ребенок. Я очень чутко сплю, я отношусь к той категории мамочек, которые просто очень беспокоятся, что я могу нанести вред ребенку. Потому что и читала, и знаю такие ситуации. И мама мне рассказывала еще, когда она была в возрасте в моем, когда у нее был сын мой брат, и, ну, общалась она, естественно, со многими тоже мамочками. И была такая ситуация, что мама положила ребенка с собой спать, и ночью в очередной раз дала грудь, и уснула, и ребенок задохнулся. Не знаю, как это произошло, вот, то ли она навалила, налегла на него сильно, я не знаю, вот, как это произошло, но ребенок задохнулся и умер. И, как бы, так сильно рисковать. Конечно, этих случаев, там, один на миллион, но все равно это риск. Я отношусь к такой категории мамочек, которые очень сильно переживают, что могу нанести вред ребенку, что ребенок может, не дай бог, пострадать. Как-то я его задену локтем, я его как-то налягу, не дай бог, на него, или повернусь, задену его. Ну, либо муж может задеть, если он между нами, ну, я между нами вообще не рассматривала, вот, если рядышком со мной, я очень сильно переживала по этому поводу. И если со мной спит рядом ребенок, вот, под утро или вот днем я бывала, жила с собой Маргошу, Милану, я не могла, я не спала, естественно, я просто лежала. Даже когда, вот, муж на работе, она, как бы, лежит на стороне мужа, а я лежу на своей стороне, я не могла спать, потому что я переживала, что могу нанести какой-то вред. Вот, поэтому я считаю, что это еще один плюс того, что ребенок должен спать в своей кроватке, и там он в безопасности. Вот, дальше. Ну, вот, в основном совместный сон практикуют те мамочки, которые, ну, естественно, кормят грудью, и которым, можно сказать, ну, лень вставать, кормить ребенка, там, потом его укачивать, ну, или держать, или там, ну, как-то подержать столбиком, чтобы вышел у него воздух, чтобы вот газики ему не мешали в животике. Вот, им лень, ну, все это, ну, не то, что лень, возможно, просто усталость, там, хочется спать, и поэтому они перекладывают просто ребеночка к себе, и при первой, по первому требованию ребенка, там, чуть-чуть он пискнул, или там, чуть-чуть он поворочился, ему мамочка дает грудь, и он здесь все это молоко, естественно, он будет сосать, куда он денется, вот, а, возможно, он в этот момент, он не хочет молоко, и у него просто что-то его беспокоит, может быть, у него даже самые колики, ну, не всегда ребенку ночью нужно молоко, и тем самым, что, если при совместном сне мама при любом беспокойстве малыша дает ему грудь, малыш привыкает к частому ночному кормлению, и в дальнейшем он просто может за ночь раз 5-6 будить маму, в дальнейшем, когда он подрастет, чтобы просто, там, я не знаю, пару секунд пососать грудь, и все, и засыпать дальше, это тоже, я считаю, минус, как для мамы, мама не высыпается, так и для малыша, потому что малыш ночью должен спать, чем старше он, тем меньше он должен кушать, и больше спать, кушать он должен перед сном и ранним утром, и все, ну, в дальнейшем он уже должен кушать только перед сном, и уже утром у него завтрак, когда уже введен прикорм, вот, и если совместный сон, то, естественно, ребенок может практически всю ночь висеть на груди, и в дальнейшем, и чем старше он, тем хуже будет, и потом будет сложнее его, во-первых, приучить к своей кроватке засыпать отдельно, и, во-вторых, приучить его, точнее, отучить его от груди, потому что он будет зависеть от ночных кормлений, и для него это будет очень важно, и это, ну, не очень хорошо, частые ночные кормления в дальнейшем, когда малыш уже большой, вот. Вот, и самое неприятное, конечно, что придется отучать ребенка спать с родителями, а чем старше ребенок, тем это сложнее сделать, как, в принципе, совсем, как отучить от груди, чем старше ребенок, тем сложнее, отучить от совместного сна, отучить от соски, от учить, ну, от соски, там, от бутылочки и так далее, вот. Поэтому тоже лучше немножечко потерпеть вначале, пока ребенок капризный, это все пройдет, это привыкание мамы к ребенку, это вот период, когда у него газики, все это проходит, и в дальнейшем ребенок не будет беспокоить, даже если вы, ну, вот у вас лактация, лактация наладится, все будет хорошо в этом плане, ребенок будет засыпать в кроватке, он не будет вас будить вот через каждые, там, 10 минут, чтобы пососать грудь, вот я Маргошу кормила полгода, и первые два месяца, конечно, было, она капризничала, у нее были колики и так далее, ну, мне помогало, что я вот после того, как я покормлю, я ее держала, ну, в вертикальном положении, у нее выходил воздух ночью и ложилась спать, и ее практически колики ночью не беспокоили, ну, и днем. У нас это, как бы, можно сказать, немножко стороной обошло, были колики, но не такие, как бывают и как я слышала у многих мамочек, потому что я, ну, все-таки, я не ленилась подержать минут 5 ребенка, чтобы вышел у нее воздух, потому что все равно воздух она заглатывала, тем более первое время, когда она еще не совсем правильно брала грудь, вот. Вот, и в дальнейшем, когда уже у меня наладилась лактация, и я кормила ее перед сном, уже где-то месяца в 4, я кормила перед сном, она у меня просыпалась, наверное, часа в 4, в 5 утра я ее кормила, и потом уже, там, утром она просыпалась, там, часов 9-10, она просыпалась, я ее опять же кормила грудью и, ну, и так далее, а потом уже я постепенно, когда стало пропадать молоко, перешла на смесь, вот, и все нормально в этом плане было, она спала ночью, спала спокойно, не тревожила меня, ну, не было частого кормления ночью, а было как положено, вот. Вот, и я уже говорила, чем старше малыш, тем больше он становится по размерам, и больше места занимает на вашей супружеской кровати, и тем самым он сковывает ваше пространство, вам становится неудобно спать, вы как-то подстраиваетесь, естественно, под малыша, чтобы ему было удобно, и вы, и папа, и это причиняет дискомфорт обоим родителям, вы не высыпаетесь, у вас чуткий сон, и, ну, я считаю, тоже это минус, и еще главный минус, что совместный сон мамы, ребенка и папы, это причиняет вред для интимной жизни, многие родители полностью отказываются от интимной жизни, потому что спит малыш, естественно, какая интимная жизнь, и, возможно, мамам может казаться, да, это все нормально, это временно же, вот сейчас он подрастет, сейчас ему станет, выступнет годика три, и все это пройдет, и, как бы, ничего страшного, все нормально, возможно, мамы так думают, но ваш муж не будет думать так же, он думает совершенно иначе, для мужа тоже нужно уделить внимание, нужно уделить время, нужно, ну, в конце концов, секс тоже нужен для мамы и папы, и это, естественно, процессы, и это нормально, вот, естественно, первое время, конечно, это, я об этом не говорю, я уже говорю постарше, когда уже ребенок подрос, вот, и я, и еще есть такие случаи, когда папу вообще усилят, переселяют в другую комнату, и мама спит с малышом, не первое время, когда ребенок капризный, чтобы папа высыпался, папа идет в другую комнату, возможно, тоже такое бывает, ну, для меня, вот эти вот все вот переселения папы в другую комнату, это непонятно и дико, я понимаю, что папе надо высыпаться, и все такое, если малыш очень сильно капризный, возможно, это и возможно, но, чтобы просто мама с папой, мама с малышом высыпались, им было больше места, его папу переселяют, иди-ка в другую комнату, или папа сам решает, уйти в другую комнату, потому что, ну, места мало, я считаю, это неправильно, папа с мамой должны спать вместе, муж с женой должны спать вместе, на то они муж и жена, и вообще совместная жизнь для этого и создана, чтобы муж и жена спали вместе, а ребенок спал в своей кроватке, он же не будет с вами спать вечно, и, ну, я этого не понимаю для меня, и, возможно, я же говорила в начале видео, что многие психологи считают, что совместный сон он полезен, там идет связь мамы и ребенка, ночью ребенок чувствует мамино тепло, если этого сна нету, то он обделен, он вырастет неудачником и так далее, то я это реально читала вот перед съемкой видео, и я считаю, это не вообще неправильно, это вообще бред какой-то, потому что ребенок получит мамино тепло в любом случае, мамино внимание, мамину заботу, мамину энергию, мамину ласку в течение дня, потому что вы с ребенком постоянно, вы с ребенком круглосуточно, единственное, вы спать ложитесь отдельно и все, и как бы ребенку в дальнейшем, когда он подрастет, ему будет удобно спать самому в своей кроватке, и у него не будет каких-то страхов спать одному, что ему что-то там приснится или и так далее, потому что это тоже влияет, если ребенок спал с мамой все время, а потом его просто взяли резко положили вообще в другую комнату, или в кровать свою, или в другую комнату, ребенок, естественно, он испугается, и у него будет страх спать одному, вот это вот как бы уже проблематично, и в дальнейшем это будет только усложняться, и я считаю, это тоже минус, зачем ребенку прививать страх, потому что когда он с мамой, с папой, он чувствует себя более защищенным, вот, я говорила про сон раздельные родители, я считаю, что это неправильно, и родители должны спать вместе в любом случае, и нужно не приходить к такому, нужно не приходить к тому, чтобы папу вашего выселять в другую комнату, потому что папа тоже нуждается в маме, муж нуждается в жене, и ему тоже нужно внимание, забота, ласка и так далее, и если вы и так практически все время уделяете малышу, либо малышам, если у вас их двое, там трое и так далее, то хотя бы ночью можно уделить внимание вашему мужу и побыть с ним вдвоем, вот, все равно в течение дня вы находитесь с малышом, вот, и я, у меня с двумя детьми, слава богу, получилось так, что сон раздельный, и они не капризничали сильно, у них не было таких прям истерик, они не плакали постоянно в своей кроватке, естественно, все бы плакали, возможно, бы я и положила, или бы придвинула кроватку вплотную, но я думаю, это еще зависит от энергии родителей, я все время, ну, как бы, я изначально была настроена, что ребенок будет спать в своей кроватке, и что это правильно, что ребенку должен быть свой уголочек, и своя кроватка, и ему будет так удобно, я считала, что ребенку так комфортно и удобно, и, возможно, это, как бы, во время беременности я это все посылала энергию малышу, что ему будет удобно в своей кроватке, потом, когда я его ложила, естественно, я ему, там, говорила приятные слова, я его гладила по головке, там, их детей, девочек моих, вот, и они, в принципе, нормально засыпали, я их не качала, конечно, и с третьим малышом, ну, так как мы хотим троих детей, мы тоже планируем, я планирую все-таки раздельный сон, но дай бог, я надеюсь, у меня все получится, и ребеночек тоже, да, позволит, чтобы этот раздельный сон был, и он спал спокойно в своей кроватке, потому что все равно мама и папа будут рядышком, ну, все равно у меня первое время ребенок находится с нами в комнате, кроватка малыша, как бы, что с первыми двумя девочками, что и в дальнейшем, с третьим тоже будет ребенок находиться с нами в комнате до какого-то определенного возраста, ну, пока есть грудное вскармливание, естественно, не очень удобно идти там в другую комнату, кормить ребенка, а удобно все-таки встать, быстренько взять ребенка и покормить, вот, так что это все, что я хотела сказать, я надеюсь, никого я не обидела, никого не задела, но это чисто мое мнение, я уважаю, ну, я понимаю тех мамочек, кто спит с детьми, как бы, просто потом проблематично их отучить, спать отдельно, ну, и так далее, ну, как бы, это дело каждого, кому как удобно, кто как себя лучше чувствует, кто лучше высыпается, главное высыпаться, главное здоровый сон мамы, малыша и папы, это самое главное, если им удобно спать вместе всем, то это, конечно, главное, чтобы всем было удобно, вот, но нам удобно так, и я люблю своих детей, я очень люблю своих детей, я их безумно люблю, я их обожаю всем сердцем, и просто я не считаю, что как-то они были обделены моим теплом и вниманием, они были со мной постоянно, просто ночью мы спали отдельно, и просто, ну, мы находились рядом в одной комнате, и все у нас, в принципе, хорошо, сейчас они засыпают спокойно отдельно, а в своих кроватях, ну, в своих, вот, всем большое спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, проходите, смотрите и других девочек тоже, потому что все-таки тема интересная, и мне кажется, у всех будут разные мнения, у всех будут разные истории, и мне с удовольствием сейчас, конечно же, посмотрю, всем большое спасибо за внимание, всем пока!